Привет! Сегодня любимая тема это жареные пирожки, да еще пирожки с капустой. Какие же они вкусные! Посмотрите, какие они красивые, высокие, мягенькие и горячие. Как это я готовила? Смотрите, пожалуйста, видео. Эти пирожки я называю на глаз, и они готовятся очень-очень быстро и легко. Что я сейчас делаю? Я беру стакан горячей воды и стакан молока с холодильника. Это я делаю, чтобы была такая комнатная температура. Дальше я беру 9 граммов сухих дрожжей. Если будете брать свежие, то берите где-то 27-25-30 граммов. Дальше я сейчас чуть-чуть вот этой теплой массы налью в дрожжи. Вот так. Чайную ложку сахара и столовую ложку муки. У меня муки в пакет 2 килограмма. Вот я вам скажу, я на глаз сыплю муку, поэтому где-то может 700 до килограмма пойдет муки. Вот так. Даже еще немножечко можно реже сделать. Вот так. Это по типу так опары. Переколотила и в тепленькое место, чтобы проверить, чтобы зашли дрожжи. Потому что если дрожжи будут неактивные, ни в коем случае не добавляйте больше дрожжей. Потому что если вы добавите больше дрожжей, у вас будут очень такие с запахом пирожки. Надо дождаться, чтобы начала эта масса немножечко играть. Все. В теплое место ставлю. И сейчас сюда вот смотрите. Я растопила 2 столовые ложки маргарина. Я брала. Да я все добавлю. Если не хотите, можете использовать растительное масло. Я брала вот такой маргарин. Он очень хороший. И сейчас сюда соли где-то чайную ложку. Вот эту массу. Оно все разойдет. Просто немножко застыло. Вот я добавлю сюда из графинчика чайную ложку водки. Это для того, чтобы не впитывали жир лишний. И они не будут черствени. И вы видите, что я не добавляю яйцо. Вот эти пирожки, туда не надо добавлять яйцо, потому что яйцо только делает грубее. И я скажу, что вот этот рецепт, вот это вот молоко, то, что я вам показала. Если добавить сюда еще пол чайной ложки на это количество разрыхлителя и добавить одно яйцо, получается прекрасное тесто для пирожков с капустой, как готовила бабушка в духовке. Ну что, смотрите, дрожжи шикарные. Они вот поднялись. Смотрите, какая масса получилась. Я их выливаю сюда. Я, конечно, вообще вот эти все мучные изделия дрожжевые готовлю на свежих дрожжах. Не знаю, мне так больше нравится. Ну, а вы, вот как в ситуации, нету свежих. Можно использовать сухие. И теперь добавляю муку. Я сейчас, вот смело сейчас беру вот граммов 500 муки, насыпаю и начинаю вымешивать. Если вы берете дрожжи свежие или даже сухие, и вот чувствуете, что запах вас дрожжей, можете добавить немножечко соды. Ну, вот одну четвертую чайной ложки сода убивает запах дрожжей. Это, о, видите, дрожжи не растаяли. Сейчас мы их раздавим. Видите, вот масса какая. Но это не годится. Это очень жидкое. То есть сейчас начинается тот этап, когда я муку уже не с пакета добавляю, а вот так вот ложечкой. Ну, обязательно. Потому что вот я смотрю, некоторые блогеры, вот даже уже такие, знаете, знаменитые, как я называю, миллионники, и они берут вот муку с пакета и прямо высыпают уже в замес. Нет, мои хорошие, нужно обязательно, во-первых, чтобы не было там моли, червей всевозможных, и потом обязательно кислород. И вот сейчас уже я. Я специально не выключаю, чтобы вы видели, потому что я 101, а вот 1000 первый раз показываю, и все равно возникают вопросы. Вот видите, я сейчас очищаю стенки этой мисочки, и тесто у меня вот такое, оно берется к рукам, поэтому я специально не мыла вот это с под маргарина, это жир. Я буду сейчас его пытаться вымешивать. Ну, а масло приготовьте растительное еще. И вот начинаю вот такими движениями, смотрите, вот так вот похлопывать, как заворачивать. Вот оно сейчас сильно берется, а потом постепенно вот так, вот так, раз, два, как заворачиваю. Вот, вот, видите, это очень важно для таких пирожков. Вот пальцы как поставила. Подбиваю. Можете попробовать на соль, но я, как обычно, досаливаю сверху. Меня Лариса научила, и вот мне нравится. Вот так вот берем. Видите, какая красота. И сейчас еще добавлю муки. Если у вас есть миксер, пожалуйста, вымешивайте миксером. Ну, я считаю, что даже тут миксер и замазывать не надо. И вот, смотрите, я его таскала-таскала, и оно уже меньше пристает к миске. Видите как? Так, и теперь, вот оно тянется, вот видите, к руке. Больше не надо. Теперь я беру растительное масло, обухнуло. Сейчас отдираю от миски и сюда это все перетягиваю. Вот так последний разочек вот так пособираю, как говорится, до кучи. Вот так вот руку обобрала, я не мыла. И теперь заворачиваю уже окончательно. Все однородное. Я чувствую пальчиком нигде нету ни дрожжей, ни промеса, ничего. И вот так вот накрываю салфеточкой и оставляю тесто это. Пусть подходит. Все, тесто готово. Смотрите, какое оно. Оно жиденькое. Все. Обязательно накройте ХБ салфеточкой, чтобы и воздух поступал, и чтобы тесто не обветривалось. Давайте посмотрим, что у нас. Ох, как тесто, смотрите, расплылось. Шикарно, вкусенькое, замечательное. Смотрите, подбиваю его. Сейчас насыпаю немножко муки на стол, совсем чуть-чуть. Вот так. И это тесто. Высыпаю сюда. Смотрите, какое оно. Видите? Оно быстрее такое жидкое, чем густое. Вот так запанироваю в муке, в этой чуть-чуть. Как бы перемешиваю. Пальчиками. Видите, я ничего сюда муку не добавляю. Как мне хочется, чтобы вы вот это тесто, знаете, чтобы оно у вас так легенько получалось, без всяких трудностей, потому что оно действительно очень легкое. Видите, я не вымешиваю, я просто соединяю. И смотрите, какое тесточко красивое. Так. Немножко так растительного масла на стол. Так вот распределим его. Вы можете заслать стол. Вы можете делать это на доске, как хотите. Мне проще, чтобы меньше было всего на столе. Так. И теперь шарики выдавливаю по размеру пирожка, какой вы хотите, чтобы у вас был. Помню, говорила вам я или нет, что у меня сегодня пирожки с капустой. Я стушила кислую капусту квашеную, добавила туда помидорчик, перец болгарский. И буду сейчас формировать пирожки. Вы видите, что я немножечко здесь насыпала муки. Это для того, чтобы хорошо слепливались краешки. Серединка толще, краешки потоньше. Я вот так беру. Вот так. И сюда. Кто на столе, кто как хочет. Добавляю капусту. Капусту по вкусу выбирайте, готовьте сами, как хотите. Я томат не добавляла. Я добавила помидоры, у меня там осенние остались, нарезала. Ну, а вы там смотрите сами. Вот так закрыла пирожок. И теперь еще я, ну как-то уже привычка, контрольный вот этот шов, который я делаю косичкой. И теперь вот так вот прижимаю. Вот так. И швом вниз выкладываю на маленькое количество муки. Не надо сильно много. Все. И пошли дальше. Вы меня спрашиваете, сколько? Не знаю. Смотрите. Вот я уже, ну это наверное жизненный опыт. Начинка прямо вся подошла, как ничего лишнего не осталось. И вот пакет, вот пакет. Посмотрите. Тут больше, чем килограмм осталось. То, что я вам говорила. Тут было 2 килограмма. Где-то 700 граммов муки у меня пошло на все. На вымешивание, на подпыл, на все. Эти пирожки накрывать не буду. То есть они мне не надо, чтобы они подходили. Я пока последнее делала. Вот это уже все подошло. Салфеточкой вытираю, наливаю масло. И будем жарить пирожки. Масло нагрелось. Выкладываем пирожки. Чуть-чуть вот так вот. Раздавливаю. Подтягиваю, когда выкладываю. Ой, что-то слабенькое. А нет, уже нормально. Все, выкладываю. Огонь средний делайте, потому что капуста это влажная начинка. Чтобы она успела подготовиться. Так, давайте. О, отлично. Сильно не передерживайте. Вот такая красота. Вот так. Все. Со второй стороны обжариваю. Приготовила миску. И обжариваем все пирожки. Из пирожки вот так вот ставить. Вот так вот на ребро. Чтобы весь лишний жир с них стекал. Хотя тут жира совсем-совсем мало. Что? Вот такая вот миска получилась пирожков. Я не знаю. Я уже считала и забыла сколько. Я, конечно же, не смогла удержаться. Вы видите, вот на тарелочке. Алла уже кусала. Хотя горячее тесто кушать нельзя. Какие же они классные, ребят. Много начинки. Посмотрите, какой сам пирожок. Вот я его, смотрите, сгинаю. И он возвращается назад. Какой он. Видите? Он разговаривает, как я говорю. Разговаривает пирожок. Вот это пирожок. И я понимаю. Знаете, честно говоря, я добавляю 50 на 50. Квашеную и свежую. Но свежей у меня не было. Ребят, ну, я думаю, здесь рассказывать не надо. Лишнее. Вы видите по внешнему виду, что этот пирожок просто как пух. Я думаю, что вы приготовите. И у вас получится точно так же. Самое главное правило. Лишней муки нельзя. Готовьте. Заходите на семейный канал Жизни Кастрюли. Подписывайтесь. Там у нас просто отдых. Кастрюли действительно нет. Ну и здесь. Делитесь в соцсетях. А вдруг кто-то еще не умеет готовить такие пирожки. Заходите и готовьте. Вместе, как говорят, у нас есть пословица в Украине. В ртом и батька быть хорошо. Не знаю, почему так придумано. Но вместе мы друг у друга учимся и берем какие-то плюсы для себя. До свидания. До новых встреч. До побачения. До новых встреч. Сказать, заходите ко мне на пироги.